11.05 в Кирове. Сегодня среда. В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. И это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Территория развития. Что получилось в Вятских Полянах и чего ждать от ТАСЭР в Белой Холунице? Вот тема сегодняшнего нашего «Разворота». Мы отталкиваемся от сообщения, которое озвучил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он заявил, что Белая Холуница станет последней созданной в России территорией опережающего экономического развития. И мы, конечно же, с Олегом не могли пройти мимо этой новости. Во-первых, 50-х всего существует вместе теперь с Белой Холуницей. Вместе с Белой Холуницей в Российской Федерации. Я не знаю, в перечень, по-моему, Белая Холуница, последняя, которую я видел, пока еще не была включена. Но, тем не менее, их действительно несколько десятков на всю страну. Причем преимущественно это территории слабо освоенные, Дальний Восток и так далее. То есть для центра России две территории опережающего развития. Это хорошо для субъекта. 20 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и 50 не на Дальнем Востоке, а во всей остальной стране. Видимо, Белая Холуница 51-я. Тут вот мы не посчитали с Олегом. И мы сюда пригласили сегодня в студию для того, чтобы понять, что дает, еще раз, наверное, понять, что дает ТАСЭР территория опережающего развития муниципалитету, где она находится. Как проявилась в ТАСЭР в Белой Холунице, мы помним прекрасно, что не гладко сначала все шло. Не в Белой Холунице, в Венских Полянах. В Венских Полянах. Не гладко сначала все шло. Ну и надо сказать, что вообще ТАСЭР – это такое довольно свежее образование. Это, в общем, опыт, через который проходили многие регионы. И вот теперь Белая Холуница получает этот статус. На этот статус на что мы рассчитываем? Что мы имеем в руках? Какие механизмы? Кого мы ждем? Чего хотим добиться? Каких показателей? Мы пригласили в студию Наталью Кряжеву, министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Наталья Михайловна, добрый день. Здравствуйте. Татьяна Телицына, глава Белых Луницкого района Кировской области. Добрый день, Татьяна Тельцына. Добрый день. И Елена Лебединцева, первый заместитель главы города Вятские поляны, которая как раз курирует ТАСЭР в городе и знает, может рассказать много, наверное, интересного на эту тему. Обязательно расскажем. Здравствуйте. Да, не зря же Елена Сергеевна пять часов к нам ехала сюда на эфир. Спасибо вам большое, что вы решились на этот героический поступок. Но на самом деле мы прежде всего, конечно, хотим напомнить нашим слушателям, что такое ТАСЭР, территория опережающего развития, экономического развития, и чем территория опережающего развития отличается от промпарка. Это вопрос, конечно, Наталья Михайловна отвечает, потому что про промпарк мы много говорим, и, конечно же, много говорили с точки зрения проблемных каких-то ситуаций, хотя вроде в последнее время отчитываемся о достижениях, и даже тут уже... Не, ну у нас промпарк не один, да, то есть в Кировской области... Да, в отношении... Вот когда говоришь промпарк в Кировской области, сразу вспоминаешь шведские поля. Да, да. Не иначе. Ну давайте разберемся отличия между ТАСЭР и промпарком. ТАСЭР – это территория, которая ограничена границами территории моногорода. Это то понятие, которое используется на федеральном уровне, и это более широкое с точки зрения географии понятие, чем промпарк. Промпарк – это всего лишь небольшая часть, если мы будем говорить в применении города Вятских полян, то небольшая территория в рамках границы города Вятские поляны. Сама территория, она гораздо шире. И возможности, которые предоставляются бизнесу в рамках ТАСЭР, они тоже, безусловно, шире. Если мы говорим ТАСЭР, значит ли, что обязательно на территории этого муниципалитета есть промпарк или нет? Нет, абсолютно не означает этой истории. И если мы будем смотреть вообще другие субъекты Российской Федерации, то не во всех территориях, не на всех территориях есть и располагаются промпарки как таковые. Вот смотрите, ТАСЭР, насколько я там почитал, посмотрел, он предлагает какие-то льготные вещи по налогообложению, взносам и так далее. А в свое время были развиты, ну развиты – это не значит, что у нас на территории они были, особые экономические зоны, где тоже действовали какие-то режимы максимального благоприятствования. Сейчас, я так понимаю, они уже ушли в небытие или просто не создаются вновь. Есть разница. И вот как раз какие, может быть, льготные, благоприятные условия может предложить ТАСЭР в Вятских полянах? – На сегодняшний момент про особые экономические зоны. В основном история создания особых экономических зон, она была связана с большими возможностями для экспортеров. Если мы посмотрим географию, это в основном пункты, где очень большие объемы экспортных поставок, так или иначе, крупные хабы, транспортные узлы, как хотите их называть. – То есть цель была другая, это была цель именно развить экономику на экспорт? – Да. Что касается территорий, опережающего социально-экономического развития, то это понятие действует уже в отношении моногородов. И это новый подход, новый стимул для развития этих территорий, которые, безусловно, нуждаются в особом подходе. Мы вообще у себя сейчас в министерстве говорим о том, что вот эти территории – это особые территории с точки зрения работы, но все хорошие практики, и все хорошие результаты, которые мы там получаем, мы должны транспонировать на любой муниципалитет, расположенный на территории Кировской области. Что касается преимущества локации производства непосредственно на территории ТОСР, то здесь, конечно, достаточно хорошие преференции может получить предприниматель. Их можно разделить на три части. Нам предоставляют льготы по линии федерального уровня, по линии регионального уровня, и надо отдать должное, что наши муниципалитеты тоже посмотрели, какие преимущества, какие послабления, так скажем, ведения бизнеса они могут предоставить. Конечно, интересный вопрос, связанный с льготой по налогу на прибыль. Это очень серьезное расхождение. Если, например, мы будем говорить по федеральной льготе, то она вообще обнуляется в течение первых пяти лет. С пяти процентов, вернее, с трех процентов до ноля. До ноля, да. С трех процентов. Если мы будем говорить о региональной составляющей налога на прибыль, то она в первые пять лет пять процентов, далее она до десяти процентов. Но мы прекрасно понимаем, что это те денежные средства, которые должны направляться и могут направляться бизнесом на дальнейшее свое развитие, на дальнейшее свое стимулирование, позиционирование на рынке, на региональном, международном, как угодно. То есть возможностей предприятий очень много. Конечно, это очень интересная история, связанная с льготой по налогу на имущество, который тоже обнуляется. Это уже история региональная абсолютно. НДС – это заявительный характер возмещения. Взносы в пенсионный фонд – тоже очень серьезное послабление. Например, с 26% до 6%. Это очень серьезные денежные средства, денежные потоки, денежная масса, как хотим, которая реально бизнесом должна и может направляться на дальнейшее свое развитие. И это очень серьезная экономия на затратах. Это тоже мы должны понимать. И даже бизнес, выстраивая свою деятельность на территории ТОССР, он эти льготы все учитывает. И, безусловно, это те преимущества, которые могут снять иные ограничения, существующие по данной территории. Елена Сергеевна, а вот в Вятских полянах конкретно тут Наталья Михайловна сказала уже о том, что есть еще возможность где-то локальные послабления, льготы, условия предоставлять особые. Вы тоже предусматривали какие-то особые по муниципалитету, город Вятские поляны, условия для резидентов? Наталья Михайловна озвучила федеральную и региональную составляющую. Но и на уровне муниципалитета мы вышли с предложением к Думе, и земельный налог тоже обнулили. Это хоть и небольшая доля, потому что выплаты по земельному налогу, они несопоставимы, например, с выплатами во внебюджетные фонды. Но и это тоже стало дополнительным преимуществом. Поэтому можно сказать, что и федеральная, и региональная, и муниципальная составляющие, они максимально благоприятны для инвесторов. Давайте посмотрим на ситуацию в Вятских полянах с момента, когда был присвоен статус территории, опережающей социально-экономического развития. Это ноябрь 2017 года. Чуть более года. Итак, ввели вот этот статус в Вятских полянах. Что, собственно, изменилось за этот год? Вятские поляны, конечно, всегда искали те меры, которые могут быть направлены на повышение инвестиционной привлекательности. И получение статуса ТСР стало очень важным инструментом, который позволил привлечь к нам новых инвесторов. За 2018 год четыре предпринимателя стали резидентами территории, опережающего социально-экономического развития. Это производство толстостенной посуды, общество с ограниченной ответственностью НУР. За прошлый год они создали 151 рабочее место. Это производственное предприятие по изготовлению лифтовых механизмов и лифтов высота 43. Они создали 91 рабочее место. Эти предприятия пришли к нам из других регионов, из Татарстана и из Подмосковья. Это, соответственно, высота из Татарстана. Высота из Подмосковья, НУР и из Татарстана. Поэтому вот это уже характеризует повышение инвестиционной привлекательности. Мы интересны не только производителям Кировской области, но и других регионов. Третьим предприятием стало предприятие Стиплекс. Они изготавливают упаковку и утеплитель. И четвертое предприятие – это производство калиброванных прутков, полуфабрикатов из стали. СМЦ ВП – сервисный металлоцентр Вятские Поляны. За это время, то есть за один год, создано всего 261 рабочее место. Вы понимаете, что мы боремся за каждое дополнительное рабочее место. Это для нас существенный прирост. Инвесторы за год осуществили 77 миллионов инвестиций и получили выручку 613 миллионов рублей. Конечно, мы рассматриваем эффективность ТАСЭР еще и с точки зрения пополнения бюджета. За 2018 год дополнительно в бюджет поступило 4 миллиона рублей. Это несмотря на выпадающие доходы, несмотря на поблажки по налогообложению? Тут надо тоже смотреть. И выпадающие доходы, и дополнительные средства, которые получаются, они распределяются на федеральные, региональные и местные бюджеты. И та часть, которая касается местного бюджета – это НДФЛ. Поэтому у нас выпадающих не образовалось. Мы только получили плюс в виде НДФЛ в размере 4 миллионов рублей. Поэтому, конечно, мы очень высоко оцениваем тот результат, который получили. Для города это огромное преимущество. И уже сейчас мы видим интерес новых инвесторов, которые рассматривают привлекательность для них дополнительных налогов и льгот и возможность захода на территорию города Вятские Поляны. Проверемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. Напоминаю, что у нас в студии Наталья Кряжева министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Татьяна Телицына – глава Белохолонинского района Кировской области. И Елена Лебединцева – первый заместитель главы города Вятские Поляны. Светлана Занько, Олег Прохоренко – разворот на бизнес. Тема сегодняшнего разворота – территорию развития. Что получилось в Вятских Полянах и чего ждать от ТАСЭР в Белой Холунице? Напоминаю, что не очень давно, буквально 6 февраля, вышли новости, где цитировали губернатора Кировской области Игоря Васильева. Он заявил, что Белая Холуница тоже приобретает статус ТАСЭР – территория опережающего социально-экономического развития. И это будет последняя такая территория на уровне страны. Но вернемся к Вятским Полянам. Просто нашел такое экспертное мнение известного предпринимателя, руководителя группы компаний «Доронич» и Константина Гозмана. Константин Маркович сказал следующее, что Вятские Поляны – это территория опережающего развития скорее для Татарстана, чем для Кировской области, аргументировав это тем, что и транспортные потоки завязаны на Татарстане, интереснее инвесторам оттуда. А если создавать именно для нужд Кировской области территорию такую, то надо ее создавать где-нибудь ближе. В Стрижах. В Стрижах. В Стрижах. В пределах 20 километров от областного центра. Точно. Рядом с аэропортом, рядом с областным центром. И рядом, там ведь в Стрижах есть предприятие, в общем, холдинг «Доронич». Да. Насколько этот его тезис соответствует действительности, и так ли уж плохо, что у нас вот эти экономические связи с Татарстаном становятся более активными именно для Губятских полян. С Натальей Михайловной начнем. Да, это я скажу следующим образом. Преимущество, которое дает ТСР, это тот бонус, который мы можем предложить инвестору. Инвестор приходит к нам на территорию, он у нас вкладывает денежные средства, в наше развитие, он у нас создает рабочие места. Мы у себя, если уж на то пошло, формируем пресловутую налогооблагаемую базу. Можно очень много спорить, где должен располагаться ТСР. Но надо понимать, что когда принималось решение о подаче заявки на территорию опережающего социально-экономического развития, именно Белая Холуница, именно Вятские поляны, они тогда проявили максимальную активность и заинтересованность появления ТСР на своей территории. И поэтому отраднее понимать, что ТСР в Белой Холунице тоже ему быть. Это было сказано с очень высокой федеральной трибуны. Поэтому, безусловно, в своей работе мы должны ориентироваться на любого инвестора и, безусловно, работать со своим внутренним. А давайте я уточню тогда, чтобы стало понятно всем, в том числе и мне. Всё-таки ТСР, исходя из того, что я услышала уже сегодня, образуется в моногородах только. И только. Тут стрижи уж никак не подходят, как моногород. Или в удалённых территориях, как Дальний Восток. Да, или в удалённых, как Дальний Восток. Там особые вообще условия. Это первое. А второе... Стрижи тоже моногород. А, стрижи тоже моногород. А, вот в чём дело. Тоже моногород. Сказывание именно с этим и было связано в своё время. Ну, вообще, он молодец. Он правильно сделал. Да, это вопросов нет. В истории развития Холдинга Доронича. Рады. Почему бы и нет? А, может быть, как раз, в конце концов, и рекреационные зоны заодно бы развивались, которых так не хватает. И Кировчанам в том числе. Жаль, что не получилось. На самом деле, можно только пожалеть. Нам бы ещё одну экономическую зону. Мы бы не возражали, наверное, Анталья Михайловна. Нам бы все 11, неплохо. Именно что. Да, и второе. Вы сказали про налоги. Вот всё-таки надо понимать. Когда об этом говорят, что приходят из других регионов компании, типа, вот они у нас тут производят. Да, окей, рабочие места, но налоги-то платят не у нас. Вот давайте здесь вот прямо чётко скажем. Основное условие получения статуса ТОСР – это регистрация на территории ТОСР. Соответственно, раз регистрация, значит, это статус налогового агента со всеми вытекающими обязательствами, возникающие перед соответствующим региональным и местным бюджетом. Вот поэтому муниципалитету и региону… Интересно. Интересно. И не важно, откуда приходит инвестор, а важно, чтобы он был надёжный. И потом, если я ничего не путаю, то две компании являются иногородними, а две компании всё-таки уместные. Да, вот результат. Это из ТИПЛЕКС и СМЦВП – это маркетинг-бюро, насколько я понимаю, Кировская компания. А два – это другие субъекты. Поэтому результат уже показывает то, что интерес, он есть. Елена Сергеевна, тогда давайте разберёмся ещё с промпарками и ТОСРами. Промпарк в Яцких Полянах уже стал там именем нарицательным за долгие годы. В хорошем смысле или в плохом? В плохом, в плохом. Строили мы, строили, что-то там построили без инфраструктуры, подъездных путей, деньги освоили, никто не приходит. Или там приходит и уходит. Непонятно. Именно введение ТОСРа повлияло на развитие промпарка? Или это параллельные такие процессы? Я думаю, что это процессы параллельные. Да, был период, когда в Яцких Полянах слово промпарк, оно звучало некрасиво. Но за 2017 и 2018 год, благодаря слаженной работе муниципалитета, правительство, эта негативная тенденция была переломлена. Сейчас все шесть корпусов промышленного парка заполнены. Там ни одного квадратного метра нет. Резиденты, которые на промышленном парке работают, они надёжны. Они отчисляют налоги, они набирают людей, в том числе и из города Вятские Поляны, и преимущественно из него. А ТОСР – это ситуация, она параллельная. И получение статуса ТОСР, оно, конечно, способствует тому, что и промпарк работает, и инвесторы заходят на территорию города и располагаются на территории города. За пределами промпарка? За пределами промпарка, да. То есть в кадастровых границах города существует ТОСР, в границах города существует промышленный парк, но инвестор, который приходит в город, он может разместиться на промышленном парке, он может разместиться на любых свободных площадках на территории города. Ну, здесь, наверное, есть ограничения и проблема в том, что промпарк изначально замышлялся именно как промышленный такой кластер, да, и там есть соответствующие санитарные зоны от города и так далее. Попробуй размести производство в городе, где и так-то не богата коммерческая инфраструктура, коммерческой недвижимости, а еще и нужно соблюсти все вот эти правила, нормы и меняющиеся там пожарное законодательство и так далее. То есть здесь промпарк – это такой очень хороший бонус с точки зрения развития ТОСР, мне кажется. Но, Олег, он уже переполнен, там уже нет помещений. И вот это как раз следующий вопрос. Наверное, можно всем вступать сейчас в этот вопрос, потому что следующий будет, конечно, Белая Холуница. Вы-то готовы принять на своей территории? Потому что если промпарк уже все, все корпуса заняты, а вы говорите, что к вам обращаются инвесторы в связи с тем, что ТОСР еще плюшек добавил, да, бонусов для бизнеса, кого вы ждете и что вы им предоставляете? Вот совершенно верно ведь, Олег сказал, зайти в город с чем? Промышленное предприятие в городе не построишь. Или построишь, а надо ли это горожанам, чтобы было там промышленное предприятие? Какой бизнес вы ждете? Совершенно правильный вопрос. И здесь можно инвестору использовать два алгоритма. Первый – это зайти на территорию промышленного парка и построить там свои корпуса. Есть еще земельные участки. Земельные участки есть. Общая площадь промышленного парка 96 гектар, свободно 70. То есть площадь, она позволяет разместить любое производство, даже то, которое требует существенной зоны безопасности. 96, а свободно 70. О, и один из инвесторов, можно я добавлю, Лена Сергеевна? Да, Наталья Михайловна. Потому что как раз один из инвесторов, которого мы очень надеемся, что у нас придет на территорию промпарка, несмотря на ограничения по санитарным зонам, но он очень хорошо вписывается, и он преимущественно свой выбор делает в сторону промпарка, потому что там есть инфраструктура уже. Есть. Ему уже есть к чему. Мы можем озвучить, с кем ведутся переговоры сейчас. Или направление хотя бы действий. Это переработка молока. Как ни парадоксально, как ни удивительно, но это переработка молока. Это не та ли самая компания из Коми, которая сейчас строит большие фермы производства молока, там как раз на юге нашей области. Нет, нет, нет. Ну, переработка молока. Переработка молока. То это, опять же, коррелируется с тем, что говорил Васильев, наш губернатор, о том, что нужно будет строить, и мы построим перерабатывающие предприятия разными способами, поскольку производители молока как раз и говорили, что у нас перепроизводство молока. Не хватает переработки. Переработка молока. Я понимаю, о чем вы говорите, Наталья Михайловна. Есть промпроизводство лифтов, есть промпроизводство различных технических материалов, молоко. Пищевая промышленность требует... Санитарной зоны. Санитарной зоны. И как раз площадь земельного участка, она полностью позволяет разместить любое производство, в том числе и пищевое. Вот тебе, Олег, мы перетягиваем бизнес из Татарстана, где огромные международные компании перерабатывают на территории Кировской области. Нормально. У меня несколько другая тема и вопрос. Мне интересно, вот сейчас идет, конечно, очень большой шум вокруг мусорной реформы. И понятно, что в перспективе надо будет смотреть в эту сторону, в сторону переработки, не просто мусоросортировки, а переработки глубокой переработки с производством какого-то вторичного продукта, из того, что уже отсортировано. Понятно, что, наверное, с молочным производством рядом размещать это будет сложно, но есть ли уже предложение как раз по вторичной... Потому что и в Вятских полянах, насколько я помню, хотели зайти с переработкой отработанных шин. У нас был опыт, это предприятие работало, они производили мелкую резиновую кружку, которую можно потом использовать для строительства спортивных объектов, для других производств. Но, к сожалению, они из Кировской области ушли, потому что им не хватало сырья. То есть вот этих покрышек им как раз и не хватило. Не смогли они выстроить связи с поставщиками этого переработки. А есть предложения от потенциальных инвесторов, хотя бы в формате предложений коммерческих, именно по налаживанию такого производства, переработки мусора, утилизации? Да, к нам пока с подобными предложениями не обращались, но я как раз хочу, пользуясь случаем, сказать о том, что это действительно тема очень непростая с точки зрения, так скажем, полной картины по вообще реформе ТКО. И, конечно, при заинтересованности инвесторов мы вполне можем предлагать и территории моногородов, и тех же ТОСЭРов. Здесь ведь самое главное понимать следующую историю. Еще раз возвращаясь к нашему первому вопросу, город Вятские Поляны не так и мал. И там есть свободные промышленные площадки, которые... В самом городе. В самом городе. Как раз ответ на ваш вопрос, да, мы начали о нем говорить. Да, да, да. И в рамках моего последнего визита в Вятские Поляны, вот Елена Сергеевна подтвердит эту историю, мы именно даже преимущественно старались смотреть те площадки, которые уже имеются, уже высвобождаются на территории, например, города. Крупные предприятия готовы их предлагать для дальнейшей работы. И там тоже надо понимать, там есть коммуникации. И зачастую локация какого-то бизнеса на уже имеющейся промышленной площадке, это тоже серьезная экономия по затратам для них с точки зрения начала, старта. То, о чем вы говорите, это, конечно, тема по мусору, по реформе ТКО. Конечно, эти производства, безусловно, требуют определенных ограничений по соседству. Но опять начнем с того, что, опять же, территория города Вятские Поляны, она не мала. И, мне кажется, поискать земельный участок для такого особого вида производства вполне возможно. Привемся на полторы минуты. Будем параллельно сейчас обсуждать возможности Белой Холуницы и Вятских Полян. Потому что по Вятским Полянам еще очень много вопросов и про территории, и про то, какие технические зоны высвобождаются. И все-таки выбираете ли вы, как вы бизнес, как вы проверяете, кто приходит. Это очень важно. Потому что пришел, ушел, с чем пришел, ушел, какова история этой компании и производства. Но после перерыва все-таки мы привлечем к разговору Татьяны Александровны, телецину, главу Белохолуниевского района Кировской области. Начнем, наверное, Татьяна Александровна тогда, раз уж речь зашла про территории и площади. Вот с этого вопроса и начнем. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Территория развития. Что получилось в Вятских Полянах и чего ожидать от Тасыр в Белой Холунице? Это тема сегодняшнего разворота на бизнес. Светлана Занько, Олег Прохоренко, ведущая. И еще раз гостей. Представим тем, кто только что подключился к нашему эфиру. Это Анталия Кряжева, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Татьяна Телицина, глава Белохолуницкого района. И Елена Лебединцева, первый замглавы города Вятские Поляны. Мы закончили, до перерыва разговаривали по наличию площадей, площадок свободных, для того, чтобы было куда инвестору прийти. В Вятских Полянах. В Вятских Полянах. И хотелось бы спросить Татьяну Александровну, Телицина, глава Белохолуницкого района, как обстоят дела как раз с площадками в муниципальном поселении, в городском поселении Белая Холуница, где тоже в перспективе, я думаю, что ожидается приход инвесторов. Территория, опережающая социально-экономическое развитие в Белой Холунице, отличается тем от Вятских Полян, что территорию нам одобрили не на город, а на все городское поселение. То есть городу Белохолуница прикреплено юридически еще 9 сельских населенных пунктов, и они все находятся в границах одного муниципального образования, Белохолуницкое городское поселение. И как раз заявку на создание территории мы направляли на все Белохолуницкое городское поселение, поскольку в самом городе количество свободных земельных участков ограничено, и тем самым, заявляя на поселение, мы расширили перечень земельных участков и возможностей для инвесторов. Но вот в Вятских Полянах есть промпарк. Сейчас мы выяснили в ходе беседы, что есть еще технические зоны в самом городе, которые высвобождаются или давно свободные стоят. Вон в Кире, посмотришь, так тут столько технических зон. Они, правда, в разном статусе, и владельцы разные, но тех зон предостаточно. Неплохо бы ими заняться. Жалко, что мне это, сэр. Вот. Провели ли вы инвентаризацию, вот этот ваш запас площадей, что он из себя представляет? На сегодняшний день у нас сформировано уже 14 муниципальных земельных участков, площадью более 40 гектаров, которые мы готовы предоставить инвестору. Что касается самого города, у нас самая крупная промышленная площадка – это база бывшего градообразующего предприятия Белохолунецкого машиностроительного завода. Она находится в самом центре города, куда подведена вся инфраструктура. Там более 10 гектаров площадь этого участка. На ней есть как муниципальные земельные участки, так и есть частные. Поэтому эту площадку также можно рассматривать потенциальным инвесторам. Вот это очень интересный вопрос. Поясните, пожалуйста, когда приходит инвестор в ТАСЭР, они могут размещаться, вот эти новые предприятия, только на муниципальной земле, или они могут контактировать с частниками? Они могут размещаться на любой земле, в любой собственности. Главное условие, что они должны быть зарегистрированы на нашей территории и отвечать тем требованиям, которые будут предъявляться к резидентам ТАСЭР. Наталья Михайловна, прости, пожалуйста, Талик, просто по налогу земельному тогда хотела я уточнить. Вы говорили, что земельный налог значительно снижен. Вот между частниками, между частными участками и муниципальными есть разница по налогу на землю? Ну, налог на землю у нас собственник оплачивает земли, поэтому если она будет в собственности, это будет иметь предприниматель статус резидента ТАСЭР, в этом случае будет нулевой. Они выкупают эту землю или арендуют? Есть ли право вообще выкупить землю? Можно я отвечу на этот вопрос? Да, пожалуйста. Поскольку аренда земли и земельный налог – это полномочия муниципалитета, то у нас администрация вышла на Думу, и у нас по территории опережающего развития Белохлымского городского поселения земельный налог будет приравнен к аренде земли, и ставка будет 0%. То есть здесь без разницы либо собственность, либо аренда. Вот в данном случае у нас земли. Вы будете, то есть возможность для выкупы, если это долгосрочная перспектива, инвестор хочет построить свою недвижимость, выкупить участок и как бы развиваться дальше на этой территории, возможность для выкупа есть? Конечно. Территория опережающего развития дается на 10 лет с момента заключения соглашения. То есть в этот период он может строить на свободном земельном участке, выкупать, реконструировать, и это будет уже право инвестора. А сколько вообще территория опережающего развития живет? Сколько отпущено? Лет? Я что-то прочитал, что до 70 лет. До 70 лет. 10 лет первое, дальше уже продление идет эта история. Можно продлять. И вот здесь, мне кажется, вот я хотела бы сделать такой акцент. Мы всегда, когда говорим «инвестор в ТОСР», мы понимаем локацию конкретного производства. И чем надежнее он и больше строит, чем он серьезнее подходит к имущественным вопросам, к земельным вопросам, тем больше вероятности, когда по каким-то причинам, например, через 10 лет не удастся продлить статус ТОСР, потому что есть посылы, как продлевается ТОСР, но это все равно решение федерального уровня, тем больше вероятности, что он останется, и он никуда после окончания действия ТОСР не уйдет. Так, из чего я делаю вывод, что вам придется, граждане, продлять статус ТОСР каждые 10 лет, да? Исходя из каких показателей? Вы должны показатели какие-то, да, предоставлять федералам? Сейчас это такие два принципиальных показателя. Объем инвестиций и созданные рабочие места. Мне кажется, для начала как раз бизнеса это, безусловно, такие определяющие для любой территории. Нет, нет, Светлана имеет в виду немножко другое, мне кажется. Почему? Нет, как раз... Признаки, что необходимо, чтобы подтвердить статус ТОСР. Ну вот, и в 10 лет нужно будет предъявить, сколько создано рабочих мест и объем инвестиций, которые привлекли. И дальше уже будет там наверху смотреть, продлять статус ТОСР или нет. Но федерация сейчас, почему, вот, кстати, тоже тема, почему вот сейчас такая определенная граница проведена по поводу создания, не создания дальше этого механизма, как территорию социально-экономического развития. Безусловно, хотят посмотреть на эффективность. Безусловно, вот эта отдача, какой объем льгот мы дали и что мы получили, он будет возникать в том числе и при принятии решения о продлении. Но вот эти четкие критерии пока не определены. Но то, что рабочие места и инвестиции сейчас, они мониторятся, мы ежеквартально смотрим, мы разбираем каждую конкретную ситуацию по каждому инвестору, что мешает, что сделать его действия более активными на территории. Вот эти два параметра. Инвестиции и рабочие места. Тогда я уточню. Вот смотрите, для того, чтобы было принято решение о статусе, присвоении статуса территории опережающего развития к какому-либо муниципальному образованию, в нашем случае это должен быть моногород, монопоселение. А если туда пришли инвесторы массово, если их заинтересовало предложение, налоговые ставки и так далее, моногород через 10 лет в идеальном случае перестает быть моногородом. И можно слететь с этой программы еще и на этом основании, нет? Нет, этого основания нет. Прекрасно. А все-таки задача-то есть, чтобы моногород превратился не в моногород? Конечно. Она есть. Это основная задача. Она есть, это задача. Вот хороший вопрос. Я стеснялась его задать, но придется, раз Олег вывел нас на эту тропинку. Вы сказали, я сейчас обращаюсь к Елене Сергеевне Лебединцевой, да, Вятские поляны. Вы сказали, что привлекли 77 миллионов инвестиций, вот за минувший год, за год, пока действует ТАСС «Эрвецких полянах», прибыль была 613 миллионов у этих предприятий. Выручка. Выручка, выручка. Четыре предприятия. Да, действительно, вы же сравниваете с тем, чего вы недополучили в результате льгота, который предоставили предприятиям, и что выручили. Вот если мы будем сравнивать эти два показателя. Вот я об этом уже сказала. То есть есть составляющие федеральные, региональные и местные. Выпадающие доходы в нашем случае образовались на региональном уровне и на федеральном. На местном выпадающих доходов за 2018 год не получилось. А наоборот. А дополнительный доход мы получили. То есть мы получили 4 миллиона в виде НДФЛ. Но когда мы готовились к этому эфиру, мы посмотрели цифры и по региональному бюджету, и по федеральному. Спасибо вам большое. Да, и получилась вот такая картина, что предоставленные преференции, они все равно меньше, чем те дополнительные налоги, которые получены. Давайте назовем цифры. Пробежимся, да. Вот федеральный уровень, полученные преференции 17 миллионов, а налогов 29. И региональный бюджет, полученные преференции практически 4 миллиона, а уплаченные в бюджеты 11. То есть это на цифрах характеризует то, что механизм, он работает, и он дает не только социальный эффект, что люди остаются в городе и не уезжают, но и очень существенные наглядные экономические эффекты. Здесь вопросы все снимаются. Создание налогооблагаемой базы с нуля, то есть ничего не было, и появилось новое производство, даже при минимальных налогах это все на плюс. И вот тут у нас остается полтора минуты до завершения первого часа. Мы, кстати, про социальную составляющую обязательно поговорим в втором часе, а начнем с белой холуницы второй час. И вот тут, когда я вот эти цифры вижу, я понимаю, почему китайцы сделали так, как они сделали, когда они просто обрушили налоговую базу, и какой бум пошел предпринимательство абсолютно на всех уровнях, на всех. И тут вопрос, конечно, не к вам, граждане, но ведь мы обсуждаем стратегию социально-экономического развития региона и обсуждаем стратегию социально-экономического развития страны. И у меня, как у обывателя, не профессионалы. Возникает вопрос, почему только в 70 зонах? Почему не во всей стране так сделать? Не прошу вас сейчас ответить на этот вопрос, задам другим людям при случае. Сейчас мы прервемся на новости, тематические программы и рекламу. Напоминаем, что в эфире продлится после 12.06 ровно. Мы снова стартуем программу «Разворот на бизнес». Говорим мы о территориях особого социально-экономического развития в Вятских полянах и Белой холунице. В студии у нас по-прежнему будут Наталья Кряжева, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Татьяна Телицына, глава Белохолуницкого района Кировской области и Елена Лебединцева, первый заместитель главы города Вятские поляны. Сейчас уже Мария Кожевникова в студии. Новости у нас. Новости у нас.